Это улица Ленина. Припаркованные рядом с гостиницей Октябрьской автомобили постоянно мешают пешеходам. По словам специалистов, ситуация на этом участке скоро изменится. Ситуация неоднозначная, потому что пешеходная часть не выделена, поэтому ГИБДД не может применять санкции на водителей, эвакуировать их. Мы совместно рассматриваем варианты решения этой проблемы, в том числе отделить пешеходную часть разметкой и установить дорожные знаки. Планируем выполнить эту работу в кратчайшие сроки. Ежедневно в Курске эвакуируют около 15 автомобилей. Эта машина была оставлена на тротуаре улицы Карла Маркса недалеко от Северного рынка. Теперь ее водителю предстоит выплатить штраф – полторы тысячи рублей. Помимо правонарушения, штраф за правонарушение гражданин принесет ответственность еще в материальном размере за услуги эвакуатора, за доставку, за размещение на штрафстоянку. То есть нарушать на самом деле невыгодно. Легче просто-напросто смотреть внимательно на дорожные знаки, которые установлены, ну и на те участки уличной дорожной сети, где есть тротуар, где нет тротуара. На улицах областного центра круглосуточно дежурят несколько эвакуаторов. Госавтоинспекторы утверждают, что количество нарушений, связанных с парковкой в неположенных местах, снижается. Но в целом ситуация остается напряженной. Администрация Курской области обеспокоена ситуацией, которая сейчас происходит в областном центре в части неположенных парковок. Администрация с заинтересованными структурами совместно с администрацией города Курска будет прорабатывать вопросы, пути решения. Курянам, которые стали свидетелями нарушений правил парковки, рекомендуют обращаться в полицию по телефону 02. Станислав Костиков, Антон Латышев, телеканал СЕИМ.